Первую подготовленную речь, которую представила вам Наталья Кондо, оценивала нашим тостмастер, членом нашего клуба Наташа Каптин. Всем привет! Наталья, здравствуй еще раз. Сегодня я твой рецензент. Для меня это опыт первый. Я оцениваю человека, которого я не знаю. Я увижу сегодня впервые. Надеюсь, у меня это получится. Надеюсь, получится в 3 минуты. Начнем. Поздравляю тебя с твоим проектом на площадке Toastmasters. Мне кажется, ты прекрасно справилась. Я думаю, что твой опыт выступления все-таки дает о себе знать. Я не могу не отметить название твоего проекта. Ладность. Мне казалось, что я имею представление, что это за слово. Я даже обратилась к Википедии и обнаружила следующее, что информации по этому слову, в принципе, мало. И для меня это позволило сделать два вывода тебе, о человеке, которого я еще не видела и не общалась. Первое, это что ты сделала проект сама, основываясь на каких-то своих личных знаниях. Ты использовала какие-то шаблоны, литература достаточно мало, значит, этот проект будет очень личным. И второе, это мне показалось, что основа литературная, скорее всего, она встречалась с классической литературой, значит, ты человек значительно любишь классическую литературу, что тоже плюс. И для меня некий образ уже сложился. И для того, чтобы оценить себя по критериям, я их для себя подготовила. И когда я поступала, я просто представляла все оценки. Чтобы, так сказать, не растекаться по каждому из критериев, я буду говорить с достаточно короткой. По поводу самого проекта. Ведение – основная часть, исключение. Я считаю, что проект готовлен в лучшей его форме. Там были плавные переходы от начала и до конца. Такое чувство, что я посмотрела маленький фильм про тебя. Так как я визуал, я представляла, как ты была маленькой девочкой, потом ты выросла, работала в библиотеке, потом ты была в институте, вы очень много раз переезжали. Это большой плюс. Отличное и ведение, и заключение. Особенно заключение. Оно было таким позитивным, что мне захотелось подумать, кто же это мой ладный. Затем, следующие критерии. Внешний вид. Это также немаловажно. Я считаю, что он у тебя был сегодня очень ладный, ты прекрасно смотрелась на сцене, отлично подготовлена. Голос и зрительный контакт. Хочется отметить, что у тебя приятный на слух голос, у тебя отличная скорость. Рассказы, она немедленная, небыстрая. Все воспринималось хорошо. Взорительный контакт, я думаю, что ты не смотрела в какие-то точки, посмотрела в глаза, кроме того, я несколько раз ловила на себе твой взгляд. Затем, соблюдение рекомендаций. Я сама несколько раз прочитала твою книжку, которую отправила Ирина тебе на почту. Я считаю, что ты ее соблюла. И не пыталась вести этот проект на каких-то своих правилах, а действительно основывалась на тех, которые были тебе предложены. Ты не использовала заметки, что большой плюс. Мне было заметно, что у тебя суперподготовленная и заученная речь. Она звучала достаточно естественно. И хочется отметить несколько плюсов, лично моих. Это использование прекрасных метафор, таких как пазлы. Белые пазлы. Для меня, когда ты привела этот пример, стало все понятно, что такое ладность и ладность для тебя. И это действительно очень интересно представить эту картинку, когда все складывается воедино. Ну и по поводу 27 лет, 27 раз, тоже мне понравился такой оборот, который зацепляет на себе. Ты сразу вспоминаешь на человека, сколько он лет, и сколько раз он переезжал. Да, все, я не поднимаю, но ничего страшного. Замечали. Я считаю, что для первого проекта их нет. Он сделал прекрасно, замечательно. Единственное, на будущее, как рекомендация, это я тебе уже сказала лично, наверное, можно чуть-чуть делать ходы, ну, там, для этой части зала. Но я спросила у ребят, которые сидели там, и я сказала, что им было, в принципе, все видно. Так что, поздравляю тебя с проектом. Спасибо, Наташа, большое. Так я напомню, целью первого проекта является рассказать аудитории о себе, либо свою личную историю, биографию, либо о своих умещениях, или о чем-то еще. То есть, какие-то факты дать аудитории, и выявить свои сильные и слабые стороны, как оратора. С сильными сторонами Наташа справилась на отлично. Со слабыми не справилась совсем, и это было сложно, Наташа, я тебя понимаю. Потому что я сама, как ни придиралась, пока не нашла недостатков у Натальи Кондо, но я буду над этим работать. Я пересмотрю видео, и обязательно что-нибудь на этом для тебя. Тем более, ты мне уже кое-что уже сказала. Будем работать над минусами и улучшать. На том и тостмастера.